не собираются. Не исключено, что когда-нибудь это приспособление может пополнить коллекцию уникального музея, который появился в Москве. В нем собрали первые компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, цифровые фотоаппараты и даже сумку-холодильник с радио. Все эти предметы выпускались компанией Apple. Экспонаты находятся в рабочем состоянии, поэтому можно не только посмотреть, но и опробовать их в деле. На что сегодня способны эти раритетные яблочки, узнала Александра Шонина. Первый экспонат попал в руки инженеру по профессии и коллекционеру в душе Андрея Антонову в середине 90-х, причем совершенно бесплатно. Сегодня в его коллекции около ста редких фирменных вещей, некоторые стоимостью в несколько тысяч долларов. Через друзей и знакомых, через интернет, потому что люди избавляются от ненужного. Это ненужное, может быть, мне нужное. Практически все компьютеры находятся в рабочем состоянии. С их помощью и сегодня можно отредактировать текст, поиграть в старую добрую игру «Принц Персия» или сверстать журнал. Есть в коллекции и те, что пока трудятся не в силах. Однако, как только столичный коллекционер найдет нужные детали, вторую жизнь получат и они. Как ни странно, самые сложные – это мониторы. Потому что, если цифровую часть можно как-то восстановить, там найти микросхему, то телевизионные трубки, они, к сожалению, если она разбита, на восстановление не подлежит. Не обошлось на выставке и без знаменитого «Мак Портабл», первого в истории портативного ноутбука. Носить его вряд ли было легко, он весит почти 10 килограммов. Правда, американским космонавтам не помешало это взять его с собой в космос. Впрочем, как и советским гражданам отдать в начале 80-х порядка 10 тысяч долларов за покупку вот такой вот «Лизы». Кстати, до распада СССР компьютеры «Эппл» попадали в руки советских граждан только через третьи страны, в основном через Индию. Американцы не хотели, чтобы яблочные гаджеты появились у своего главного соперника в холодной войне. Поэтому вводили различные запреты на прямой экспорт. Ведь уже тогда с помощью компьютеров «Эппл» можно было моделировать запуски ракет. Мало кто знает, что компания «Эппл» в свое время производила не только системные блоки и ноутбуки, но и, например, игровые приставки и фотоаппараты. Кстати, в коллекции Андрея Антонова сохранились и такие уникальные сувенирные вещи, как вот эти вот солнечные очки. Их было выпущено всего 30 штук в мире. Александра Шонина, Дмитрий Шевелев, Эксперт ТВ. Дмитрий Шевелев, Эксперт ТВ.